А теперь о важной исторической дате. Сегодня исполнилось ровно 30 лет с момента падения Берлинской стены. В Германии сегодня отмечают 30-летие падения Берлинской стены. Сегодня во всем мире отмечают 30-летие падения Берлинской стены, пожалуй, главного символа Холодной войны. Вчера в Берлине праздновали 30-летие со дня крушения Берлинской стены. В субботу 9 ноября Германия отметила важнейшую дату – 30 лет со дня падения Берлинской стены. 30-летие падения Берлинской стены в цивилизованном мире отмечают не только как годовщину краха коммунистических диктатур в странах Европы, но и как юбилей исчезновения того цивилизационного барьера, который после Второй мировой войны разделял Запад и Восток. Тогда, 30 лет назад, когда тысячи берлинцев из восточной части города спешили на Запад, многим казалось, что герметически закрытого мира, в котором общие ценности заменены откровенной ложью и пропагандой, уже не будет никогда. Но оптимисты ошибались – стена, она ведь не только из кирпичей. Более того, берлинская стена из кирпичей была лишь кульминацией той ментальной стены, которую большевики стали возводить между Советским Союзом и остальным миром после победы в Гражданской войне, а после разгрома гитлеровской Германии распространили на часть Европы, которая попала под советскую оккупацию. Ускоренное строительство стены между правдой и ложью началось после оккупации Крыма. И считать, что если стена между двумя частями Берлина разрушена, то и ментальной стены больше возвести не удастся, было опасным заблуждением, которое надолго расслабило цивилизованный мир, а также содействовало становлению и укреплению путинского режима и торжеству авторитаризма и ахлократии в бывших советских республиках и успехом популистов в странах Центральной Европы. А ускоренное строительство стены между правдой и ложью началось после оккупации Крыма. И это внешне невидимая стена. Куда более прочная постройка, чем Керченский мост. Со времени аннексии Крыма у России и остального мира разные политические карты мира. Даже в интернете разное представление о нормах международного права. Российских школьников на уроках истории вновь учат даже не лживой интерпретации фактов, а фактам, которых никогда не было. Российское телевидение лжет зрителям о Крымской весне и народных республиках Донбасса. Целая страна живет в реальности Оруэлла и уверенности, что война это мир. И сила воздействия этой лжи так велика, что даже достоверные источники информации не позволяют миллионам людей понять, что происходит в их государстве и в мире на самом деле. После 2014 года россияне оказались по ту сторону правды, за новой Крымской стеной. Смотрите, что мы слышим со стороны. Говорят об аннексии Крыма со стороны России. Что такое аннексия? Силовой захват. Я всем моим коллегам, а их было четверо, сказал, мы вынуждены начать работу по возврату Крыма в состав России. Вот аннексия Крыма и оккупация Абхазии и Южной Осетии. Это одинаковые истории? Когда у нас это началось, Крым сказал, что они нас просили помочь, мы помогли. И про Крым тоже сказали, что Крым... Они сами сказали нам, помогите. И вот мы помогаем. И же братья. Как можно определить то, что произошло в 2014 году с Крымом? Я не удивился. Потому что очень долго нас тренировали на эту тему через телевидение. Я как рос, я знал, что Крым – это Украина. Я знал, что в свое время Украине подарили эту территорию. Тоже, как будто им дедушка оставил. И он решил, как это... Как он Джон Рикидзе в свое время наши территории отдавал. Это чистая и водная оккупация. Но все равно я не мог поверить, что это может произойти. Никакой исторической справедливости в этом нет. В России очень много граждан радуются, что Путин начинает оккупировать какие-то маленькие... Нравится им, нравится, что он захватчик. Кому не нравится – их мало. Кому нравится – их много, понимаете? А вам приходилось бывать в последнее время в Крыму, отдыхать или концертировать? Последний раз, когда я был в Керчи, у меня отец там погиб. Мой. И... Это было до аннексии? До аннексии было, да. До аннексии. И с тех пор вы там не были? Я в Украине очень... Я 30 городов объездил. Там не был. Все политологи говорили, что все шло к тому, что у него мозги работали на восстановление Советского Союза. Бывшего. И на нас сломалась палька. Потом это перешло все в Молдавию, там куда-то еще. Потом в Украину. Это чистой воды оккупация. Интервенция. Их очень раздражает, когда их оккупантами называют. Но это так. Никуда не денешься от этого. Вот. Я Украину хорошо знаю. Я год тому назад встречался с кривийскими татарами. На сегодняшний день кому-то их не существует. Вообще слова никто не говорит в России. А это их земля была. Да. А многие говорят, что война на Донбассе случилась из-за того, что Путина никто не остановил в 2008 году. Вы согласны с такой... Я думаю, очень может быть, да. Очень может быть. Если Меркель тогда поддержала вступление... Меркель и Саркозе же, они вдвоем отказались пока нас принимать в НАТО, когда мы там, в общем-то, в Евросоюзе хотели войти. Сейчас, может быть, все по-другому было бы. Понимаете? Как вы думаете, почему мировое сообщество закрыло глаза тогда на агрессию против Грузии? Потому что никто не хотел головную боль. Это мое личное мнение. Какая-то Грузия, что ж, вот так мастерская страна. А вот уже Украина, она большая. Очень. И количеством граждан, и территории. И они поняли, что ошибку допустили. Я думаю. Ну вот смотрите, все же знают, что на Донбассе, в Украине воюют российские военные, российская армия кадровая, кадровые военные. А как вы думаете, почему Путин не стремится закончить там войну? Почему он ее продолжает? В чем его цель в Украине? Там сейчас другой синдром появился. Ну, я так думаю. Что он очень переживает, что он не в первых рядах тех государств, которые диктуют политику миру. И он, опять-таки, неправильно выбрал позицию. Он начал пугать всех. Были сообщения о том, что Россия поставляет военную технику в Крым. Зачем Россию укреплять там военное присутствие? Крым стал частью Российской Федерации. Частью России. И на любой части своей территории мы вправе и будем строить так нашу военную политику, как мы считаем нужным для обеспечения нашей безопасности. Эти страны его не испугаются, потому что, во-первых, технологий намного выше. Да и все там по-другому. Такая большая страна Россия, богатая, с хорошей историей, интересной. Она должна быть одна из лучших стран в мире. В смысле, нощение добра и добрососедства. А уже все наоборот. Почему? Люди не могут объяснить, простые люди. Они просто знают, что им все время вдалбливали в голову и всем советским гражданам. Мне тоже, наверное, в свое время, что самая ответственная страна в мире, это капиталистическая страна Америка, там, я не знаю, Франция, Англия. Вот это до сих пор осталось в голове у старшего поколения. Но мне смешно то, что когда телепередачи смотрю, они все опять в старом стиле разговаривают. Российские политики, ну, энное количество, которые вокруг него, наверное, и принимают участие в этих гадостях, они думают, что они вечно в этом кресле будут сидеть. Они должны понимать, что мы все, у нас сегодня мы есть, завтра нас нету. Субтитры создавал DimaTorzok